Здравствуйте, друзья! Открылся 33-й Московский международный кинофестиваль и сегодня в главной роли один из крупнейших российских кинодокументалистов руководитель программы документального кинофестиваля Сергей Мирошниченко. Здравствуйте, Сергей! Я рад вас видеть, поздравляю вас с началом работы. Я думаю, что работа будет и радостной, и серьезной, и тревожной, разной. Это то, к чему мы стремимся. Фестиваль в этом году изменился и расширился. Я, наверное, не ошибусь, я скажу, что после долгого перерыва, наконец-то... 22 года. Наконец-то в программу конкурса вернулся документальный фильм. Тенденция, однако. О чем это говорит? Это говорит о том, что документальное кино поднимается на самом деле в нашей стране. И еще о том, что, вы знаете, вот всех людей, даже в интернете это заметно, интересует жизнь реальная. Реальная жизнь. Это очень важно. Но потом у нас было 5 лет, проверка такая, мы показывали программу «Свободная мысль» и смотрели, как люди, как зрители покупают билеты. У нас же один из самых, так я скромный человек, но один из самых посещаемых залов. Именно за билеты, за деньги. И после этого, я думаю, что руководство фестиваля окончательно решило, что можно проводить конкурс. Потому что очень боялись, что конкурс будет провальным. По зрителям именно. То есть просто не будет публика ходить в залы? Ну да, потому что «Свободная мысль» это были шедевры документального кино. И есть. И они остались. Я очень хорошо помню ваши слова, мы встречались несколько лет назад, когда вы говорили, мне удалось продавить документальные фильмы в программу Московского кинофестиваля. Да, это было 5 лет. Мы вместе с Григорием Любергалом, я так могу сказать. То есть, как говорят наши друзья из Древнего Рима, «Квадера демонстрандум», что и требовалось доказать, удалось доказать, что это более чем востребовано. Конечно, конечно. Ну, видите, в чем дело. Тут мне чем легко, в чем легко, что Никита Сергеевич, он снимал документальное кино, он знает, что есть зритель у него. Но «Свободная мысль» это было достаточно легко. Взяли шедевры, собрали их, попросили у людей, они им дали. Ну, трудно было, но собрали. А вот «Конкурс» это фильмы, которые еще нигде не засвечены. Ведь Московский фестиваль – фестиваль класса. Мы не имеем права брать фильмы с какой-то биографией на территории России. Да, есть регламент, безусловно. Да, и поэтому мы сразу решили, что у нас конкурс будет очень ограниченный. Семь картин. Одна российская, остальные все зарубежные. И наша группа очень хорошая группа. Агнончиков? Да, в основном молодые, кстати, люди, талантливые. Многие из них – это сценаристы, режиссеры, у нас киноведов. Нет. Вот, как ни странно, это все действующие люди. И они работали вот три месяца и собрали программу просто чудесную. Значит, семь картин, и я так понимаю, семь стран, соответственно. Да, включая Россию, одна картина. Вот самое сложное – это было найти картину в России. Но это картина с потрясающей судьбой, с потрясающей биографией, и я думаю, что с потрясающим будущим. Да, конечно. Давайте поподробнее об этой ленте. Но я, во-первых, хочу сказать, что мы сразу решили позиционировать свой конкурс как конкурс зрительского кино. Мы решили идти к широкому зрителю, и надо было выбрать картину, которую может смотреть зритель. Кроме этого, у нас нет полнометражных картин в стране. Практически не снимаем. Документальных, имею в виду. Да, документальных. Мы не снимаем картины больше 60 минут. На телевидении они ограничены 52 минутами. Формат. Да, а в кино вообще снимают крокометражки. Это старается так легче. И у нас даже, по-моему, пропало целый класс людей, драматургов, которые могли бы делать полный метр. То есть полтора часа или час с лишним сделать очень трудно. Но тут к нам пришел на помощь, был отличный материал у режиссера Васюкова. Дмитрий Васюков. Да, и к нему на помощь пришел Херцог Вернер. Не больше, не меньше. И он помог ему драматургически собрать картину так, чтобы это стало одно целое. Помощь заключается в том, что всемирно известный классик мирового кино Вернер Херцог стал автором сценария фильма, который будет принимать участие в конкурсе. Да, и поэтому он стал российско-германским, но сам материал фантастически интересный. Фильм называется «Счастливые люди. Год в тайге». Год в тайге, да. И эта картина о людях, которые живут в Труханском крае, это такое заброшенное место, живут. Такая добрая, теплая картина о том, что эти люди будут жить в любое время, что бы ни случилось с человечеством, они смогут выжить. Но это снято хорошо. Но теперь это еще и с юмором, как-то с таким особым Херцог умеет это делать, со странностями немножко сделано. Вот, поэтому я думаю, что мы представили хорошую картину. У Херцога же был фильм «Гризли Мэн». «Гризли Мэн». Фильм, который потряс очень многим, я думаю, что здесь тоже перекличка. Да, да. Он любит такие экстремальные места, людей в экстремальных местах. Это его в документальном кино такая. И там, «Гризли Мэн», тоже смонтирована картина из материала, который снимал сам человек, которого съел медведь. Да, да, да. В итоге. Поэтому практика чужого монтажа с чужим материалом у него существует. Значит, что касается остальных картин в конкурсе, то там есть несколько картин, которые меня... Ну вот, картина «Сена» – это картина о гонщике, который разбился. Эта картина будет иметь огромный зрительский успех. Не знаю, как в жюри оценят. Это очень сложно, потому что в жюри у нас такое сложное. В жюри у нас возглавляет Майкл Аптетт. Это известный режиссер, который когда-то снял документальную картину у нас про Боба Гременщикова. Но до этого он снял про Стинга картину, и он снял парк Горького, известную картину, если вы знаете, игровую. Конечно, но более он известен как режиссер «Хроник» на армии. Да, он, да. И Бондиана у него, предпоследний, по-моему, Бонд – это его, да. Но человек, который имеет много наград, у него одна из игровых картин была, по-моему, 9 номинаций, или 7, или 9 на «Оскар» было. Поэтому он у нас, и он еще возглавляет гильдию кинорежиссеров Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что председатель у нас очень сильный. Ну, мы с вами отвлеклись от Айртона Сенны, который трагически погиб, и, значит, фильм посвящен ему. Ему, да. Сделана очень интересная эта картина. Кроме этого, очень есть хорошая «В ад и обратно» картина. Это я знаю, это про десант в Афганистане, я читал. Но там, нет, там самое удивительное – это то, что фильм в основном снят после войны. И он приходит к себе домой. Десантник. Да, десантник. И там потрясающая жена, которая с ним живет. А он в состоянии войны продолжает находиться. Он все время хочет кого-то… Ликвидировать. Ликвидировать еще, да. И это перемежается хрониками войны, потому что он почти ранен был, он тяжело был ранен, почти в первых сражениях каких-то. То есть, вот так получилось, что поснимали его немного и там, и он попал сразу домой. И вот это такой городок американский, и этот фронтовик американский, который не знает, как себя, как жить. И вот эта женщина, которая его пытается успокоить. Ну, образ этой женщины фантастический просто. Это такая, ну, я считаю, что это очень сильная картина. В игровом кино я даже не видел вот подобное. Вот мы с вами перечислили несколько документальных работ, которые будут принимать участие в конкурсе, а их хронометраж – это все больше, скажем, 52 пресловных минут? Это больше 60 минут. Это такой регламент. Но вы знаете, в зал приходят люди смотреть, конечно, больше 60 минут. Это такая установка. Если картина меньше, даже как-то им не хватает обычно. Просто рассчитанно люди приходят смотреть полнометражное кино в зал. И совсем другое восприятие. Но, вы знаете, в мире много снимается полнометражных картин, и на телевидении тоже показывают. Это не имеет значения. Важно, как ты сделал, какую динамику в произведении ты дал. Но для меня вопрос связан с такой мыслью. Московский фестиваль, он московский. А человек, который слушает нас сейчас на необъятных просторах Родины и мечтает увидеть, может быть, фильм «Марафонец», о котором мы пока не говорили, или вот тот же фильм «Ват и обратно». Как ему это сделать? Приезжать в Москву? Нет, просто будет программа «Смотрим, обсуждаем», и лучшие фильмы из этой программы попадут на канал «Культуры» и будут показаны «Смотрим, обсуждаем». Вот сейчас несколько картин, но в частности есть картина про Бобби Фишера, про шахматиста. Да, я слышал об этой ленте. И практически уже мы договорились, что она будет в «Смотрим, обсуждаем», и в следующем сезоне она уже будет на канале «Культуры». Но это не в рамках конкурса, это в рамках программы «Свободная мысль». Это уже шедевр. Потому что этот фильм – шедевр, да. Я напомню нашим зрителям, что Сергей Валентинович, говоря о программе «Свободная мысль», подразумевал, что в эту программу входят уже награжденные либо Оскаром, либо Эмми, либо Феликсом. То есть увенчанные наградами картины, проверенные и временем, и зрительской любовью. Это очень важный момент. Я с нетерпением буду ждать фильм про этого отшельника и гения Бобби Фишера. Там фантастическая картина, там хроника замечательная, там ты сначала в него безумно влюбляешься, а потом ты вдруг понимаешь, что в этом гении живет некий зло иногда проступает. И это сделано очень тонко и тактично, не грубо. И ты вдруг начинаешь задумываться, что вот гений злодейства очень может быть рядом. И вот это вот фантастическое кино. А почему вы, Сергей Валентинович, не воспользовались служебным положением и не включили в программу конкурсную собственную какую-нибудь работу? Я думаю, что это не надо делать, потому что я делаю в данном случае для других. И это моя установка. Не для себя, а для других. И я это делаю для зрителей, для кинематографистов, и для того, чтобы наши картины российские поднимались до этого уровня и обходили. Чтобы молодежь, которая приходит, а у нас очень много молодых приходит кинематографистов туда, чтобы они понимали ступеньки, которые им надо брать. Я вообще за... Почему? Я их воспитываю эгоистами. Вы сейчас говорите о своем курсе, в частности, в ГИКе. Я воспитываю специально ребят эгоистами. Это очень важно. До этого много поколений шло проигравшие солдаты такие. А сейчас я вижу в них эгоизм. Если они не будут эгоистами, они не будут Сокоровыми, Арабовыми, они не будут Звягинцевыми, они не будут Косаковскими и так далее. Они не будут выигрывать главные призы. Они не будут Тарковскими и Зенштейнами. Все это эгоисты все-таки. Я к этому слову «эгоисты» еще добавлю слово «индивидуалисты», от слова «большая индивидуальность», то есть личность, то есть персоналити. Конечно, конечно. Но и вот эта воля к победе, воля быть первым, это сейчас России вообще очень необходимо. И в культуре тоже обязательно надо быть, ну честно быть, не кулаками пробиваться, а талантом пробиться. Это очень важная вещь. Я бы назвал людей, которые сегодня идут в документальное кино, во многом еще подвижниками и бессребренниками. Потому что человек, для которого кино – это что-то такое глянцевое, очень красивое и денежное, и он думает, что он сейчас снимет что-то яркое, то, что непременно завоюет зрительский денежный интерес. Кто-то должен заниматься анимацией. Я, знаете, я делю кино теперь на реальное кино, такое реалистичное, в том числе и документальное оно, и анимационное. Я их теперь делю так. Анимация и почти документальное кино. Спасибо, Сергей. Удачи на конкурсе. Победе той ленте, которая по-настоящему этого заслуживает. Я нисколько не сомневаюсь в компетентности и непредвзятости жюри документального конкурса. Так что еще раз с началом этого кинематографического праздника. Спасибо, что были главные. Спасибо, что пригласили. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» руководитель программы документального кино Московского кинофестиваля Сергей Мирочниченко. Обязательно увидимся. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok